По статистике, одна из основных причин детской смертности до 14 лет – некачественные игрушки. В лучшем случае они могут привести к ухудшению зрения, психическим расстройствам и отравлениям. Перед тем, как сделать покупку, не забудьте у продавцов попросить сертификат качества. В магазине игрушек появление видеокамеры не было принято на ура, но сертификаты качества на товар после убедительных просьб все же показали. Тут идет по категориям или сертификат выдается на каждую игрушку? Нет, на общую идет. На общую фирму, допустим, Евпатория, идет сертификат на Евпаторию. Мех китайский, Лубу, идет на него общий сертификат, не по категориям. На пластик отдельный сертификат, да? Да, вот, допустим, на песочные наборы фирмы ВАДР сертификат. Скажите, а как часто покупатели у вас просят сертификат предъявить? Ну, в день точно бывает покупатель, который просит. Несерьезное отношение к выбору игрушек может дорого обойтись родителям. Совсем недавно сотрудники МЧС спасали палец трехмесячного малыша, застрявший в китайской погремушке. Мама пыталась смазать ручку подсолнечным маслом, но это не помогло. Спасателям пришлось распиливать пластмассовую ловушку. Чтобы не попасть в такую ситуацию, специалисты рекомендуют придерживаться элементарных правил. Нельзя брать игрушки с посторонним запахом, потому что это говорит о том, что использован материал, который, возможно, даже не то, что небезопасен, а очень вреден для организма. Это уже неестественно. Можно даже потрогать игрушку руками. Если остается краска, значит, краситель использован некачественный. На игрушке должны быть обязательно указаны ее наименование, свойства, страна-производитель и возраст ребенка, которому она предназначена. Причем все на государственном языке. А посмотрите, пожалуйста, подобная коробка не вызывает никаких опасений? На этой коробке нет практически информации, доступной для потребителей на государственном языке. Но на китайском мы еще не разговариваем. Здесь все должно быть указано и наименование, товаропроизводитель, основные потребительские свойства. То есть, скорее всего, товар контрафактный? Ну, быстрее всего, да. Игрушки повсюду рядом с детьми. Они берут их на прогулку, за обеденный стол и к себе в кровать. Без них и детство не детство. Мне нравится радиоуправляемый. Еще мне нравится катер на батарейках запускать. Ну, вот эти динозявы и куголки. Черепашки, ниндзя, такие игрушки. Еще там, как пистолеты, мечи. Самыми опасными игрушками считаются дешевые, как правило, китайские. Поющие или двигающиеся. В их батарейках может содержаться ртуть. Игрушки с мелкими деталями. Конструкторы мозаика. С магнитами. При проглатывании может привести к непроходимости кишечника. Игрушки, овощи или фрукты. Ребенок будет обязательно пробовать их на зуб. Пистолеты, которые стреляют маленькими пульками, что может привести к травме. Продукция для активного отдыха. Коньки, надувные матрасы, круги и другое. Самыми безопасными считаются игрушки из натуральных материалов. Дерево, хлопка, шерсти. Можно проявить фантазию и сделать для ребенка лучшего друга своими руками. Марина Павлова, Андрей Тымчук, Служба новостей и ТВ.